Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Добрый вечер. У микрофона журналист Евгений Слюняев. На тему дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году мы планируем приступить к разработке этой концептуальной схемы. Определить несколько этапов. Это горячие точки, которые необходимо решить в ближайшее время. Мы считаем, что это основные магистральные улицы, по которым проблематика существует. Зоны подтопления, жилых массивов, социальных объектов. То есть при разработке этого концепта мы планируем разбить на последовательно обоснованные этапы и уже с будущего года приступать к реализации. Мы ежегодно в рамках предоставления субсидий из Дорожного фонда на дорожную деятельность на территорию города договариваемся, что деньги будут целевкой направлены на ливневую канализацию. Третий год в районе 30-40 миллионов мы выделяем ежегодно. К концу сентября приступаем к формированию Дорожного фонда и распределению объемов работы по муниципалитетам. И в 2024 году будем рассматривать вопрос о увеличении объемов субсидий на эти цели. И по Димитровграду поступим аналогично. Там, где можно сделать, так сказать, коротким рублем и малыми сроками те места, которые требуют сейчас оперативного вмешательства. На одном из недавних заседаний штаба по комплексному развитию региона губернатор Алексей Русских поручил проработать программу по ремонту асфальтовых покрытий во дворах и у подъездов многоквартирных домов. И теперь он поинтересовался у заместителя председателя областного правительства Евгения Лазарева, как выполняется его поручение. Готовится ли такая программа? Да, Алексей Юрьевич, буквально на прошлой неделе мы с Минитором транспорта уже это обсуждали. Контрольные прогнозные цифры с нашим Министерством финансов мы обсудили. Полное понимание у нас есть. Сейчас распределяемые, исходя из приоритетов. Для нас первый приоритет, конечно же, выполнение национального проекта безопасной качественной автомобильной дороги. Далее идет содержание региональных дорог. Но мы уже готовы, на будущей неделе будем доведем контрольные цифры по Ульяновску и Демитровграду о объемах выделяемых средств, которые мы целевым назначением направим на ремонт дворовых территорий. В этом году большая, конечно, работа была. Около 90 дворовых территорий. Но, обладая небольшими математическими способностями, можно посчитать, что такими темпами мы 20 лет будем ремонтировать дворовые территории. Поэтому, Евгений Александрович, давайте делайте реальную программу, чтобы максимум за три года мы все сделали. Актуальное интервью Российская неделя креативной музыки пройдет в Ульяновске на базе отеля «Рэдисон» с 18 по 20 октября. Форум будет посвящен нескольким темам, в частности, развитию музыкального предпринимательства и роли государства в музыкальной индустрии, рассказывает исполнительный директор Фонда креативных индустрий Ульяновской области Татьяна Ившина. Российская креативная неделя — это достаточно крупное событие в сфере креативных индустрий нашей страны. До 2023 года, то есть до нас с вами, фестиваль-форум имел только национальный, федеральный формат — это Москва, или макрорегиональный — это Российская креативная неделя «Сибирь» и Российская креативная неделя «Дальний Восток». Наш проект «Российская креативная неделя музыки» предполагает проведение тематического фестиваля по одному из самых распространенных и востребованных направлений креативных индустрий — музыкальной индустрии. Ключевая идея — музыкальная индустрия как ресурс развития и создания уникального творческого продукта. Инновационность данного мероприятия — это первое специализированное федеральное событие, посвященное музыкальной индустрии страны, это первый кросс-индустриальный музыкальный форум, объединяющий творческих предпринимателей, и первое масштабное изучение музыкальной отрасли России в 2023 году. Одними из стратегических партнеров будет являться Всероссийский Центр изучения общественного мнения. В течение трех дней, 18-20 октября, на площадке Конгресс-холла «Отель Рэдисон-Бульяновски» соберутся более двух тысяч представителей музыкальной индустрии, исполнителей, авторов, продюсеров, представителей музыкальных каналов и радиостанций, стриминговых платформ и звукозаписывающих студий, а также других представителей креативных индустрий, которые вовлечены в создание музыкального продукта. Интерес к российской креативной неделе проявили и зарубежные участники. У нас уже зарегистрировано 10 участников из Китая, Ирана, Японии, Молдовы, Узбекистана. То есть, несмотря на то, что это российское мероприятие, но вопросы обсуждения развития музыкальной индустрии актуальны сегодня для всех стран. Деловая программа — это пять тематических треков. Первое — это исследования музыкального рынка. И здесь, конечно, те исследования, которые будут презентованы, возможно, определят развитие музыкальной индустрии с сегодняшнего дня и на будущее. Второе — это музыкальная индустрия как бизнес. Здесь все направления музыкального творческого предпринимательства и музыка в индустрии компьютерных игр, и концертной индустрии, индустрия создания музыкальных инструментов. То есть, такой большой блок всех заинтересованных предпринимателей. Безусловно, вопрос, тематическое направление, роль государства в формировании музыкальной индустрии — это Министерство культуры Российской Федерации, ВЦИОМ, Российское авторское общество, Национальная ассоциация музыкальной индустрии, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, стратегический партнер программы «Холдинг ВКонтакте», потому что это сегодня, наверное, главная стриминговая платформа, музыкальный сервис для музыкантов и слушателей. Яндекс.Музыка, образовательные крупнейшие учреждения страны. Кроме того, безусловно, это представители структур, которые сегодня принимают решения о развитии культуры. Наблюдательный совет Российской креативной недели возглавляет Сергей Владленович Кириенко, а сопредседателем оргкомитета является Сергей Новиков, начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам. Министерство культуры Российской Федерации, Минпросвещение, Миннауки, Газпром-Медиа, то есть крупнейшие игроки, заинтересованные сегодня в развитии музыки. Кроме того, фестиваль «Форум» предполагает культурную программу, и после осеннего фестиваля для участников будет организовано культурное событие, это и выступление народного артиста Игоря Бутмана, российского советского джазового музыканта, Ларисы Долиной, певицы Люси Чеботиной и других. Данный проект получил поддержку президентского фонда культурных инициатив и проводится при непосредственном участии его генерального директора Романа Карманова. Грант, который мы получили, позволит, конечно, данное мероприятие сделать на достаточно профессиональном, качественном уровне. Исполнительную дирекцию составляет команда фонда креативных индустрий совместно с ОНО «Креативная экономика». В настоящее время идет информационная пригласительная кампания и открыта регистрация на форум для всех представителей целевой аудитории. Это то, что касается предстоящего форума 2023 года, который состоится в Ульяновске. А теперь несколько слов о более отдаленных планах уже на 2024 год. Так как данный проект происходит благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив, 31 августа завершилась заявочная кампания на первую волну конкурса 2024 года. Ульяновская область подала 139 заявок. Это больше, чем предыдущую волну, 18% плюс. На 316 миллионов подано заявок. Из них некоммерческими организациями 92 заявки, в том числе ТОСами 45 заявок. Бизнес подал 24 заявки и муниципальные учреждения 24. Здесь хотела бы сказать спасибо администрации города. Впервые приняло участие 7 заявок подано от учреждений образования. Это детские сады и центры детского творчества. К сожалению, у нас есть несколько районов, которые вообще не подали ни одной заявки, несмотря на наши договоренности. Это Новоульяновск, Базарный Сызган, Николаевка, Новоспасский район, Старая Кулатка, Старая Майна, Сурский район. И хотелось бы отметить, конечно, Кузоватовский район. 9 заявок подано от такого небольшого района. Майна 5 заявок. Барыш, Ульяновский район 5 заявок. Очень надеемся, что они победят. И хочу сказать, что в российском рейтинге Ульяновская область сейчас на 12 месте по количеству поданных заявок. Впереди нас, конечно, Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Татарстан, Нижний Новгород. В Приволжском федеральном округе мы на 6 месте по количеству поданных заявок. Я считаю, что мы не использовали все возможности, которые нам дает данный конкурс. 5 миллиардов рублей, повторяю, было разыграно. Но не хотелось бы, чтобы муниципалитеты опускали руки. И сейчас идет приемная кампания на фонд президентских грантов до конца сентября. Очень надеюсь, что некоммерческие организации наших муниципалитетов в фонде президентских грантов вот этой волне также примут активное участие. Намного активнее, чем предыдущий конкурс. Прокуратура Актуальный комментарий Приговором Чердоклинского районного суда житель поселка Октябрьский признан виновным в покушении на убийство и приговорен к длительному сроку лишения свободы. С подробностями нас познакомит прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Ульяновской области Дмитрий Чешленков. В ходе судебного следствия установлено, что в поселке Октябрьский около продуктового магазина между осужденным и потерпевшим на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошла ссора, в ходе которой у осужденного возник умысел, направленный на убийство последнего. С этой целью осужденный ножом умышленно, со значительной силой нанес потерпевшему один удар в область шеи. В результате чего потерпевшему причинено проникающее ранение шеи. Потерпевший оказал активное сопротивление и незамедлительно покинул место преступления. Приговором Чердоклинского районного суда житель поселка Октябрьский признан виновным в покушении на убийство и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Не согласившись с вынесенным решением, сторона защиты обжаловала приговор, указав, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поскольку потерпевший сам напал на него с ножом, а он, отталкивая, случайно поранил его ножом. Вместе с тем вина осужденного подтверждалась совокупностью исследованных судебных заседаний доказательствами. Это показания потерпевшего, показания свидетелей, очевидцев к преступлениям. Судом апелляционной инстанции приговор отставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы слушаете Радио России Ульяновск. У микрофона журналист Евгений Слюняев. Любимые и забытые мелодии с виниловых пластинок Датой основания вокально-инструментального ансамбля «Ариэль» принято считать 17 октября 1967 года. Он был создан студентом Челябинского музыкального училища Львом Фидельманом. В начале 1968 года на новогоднем празднике состоялось первое выступление ансамбля. Тогда еще у него даже не было названия. Продлилось первое выступление совсем недолго. Молодой коллектив успел спеть всего три песни, после чего директор музыкального училища потребовал прекратить, по его словам, это непотребство. Однако вскоре появляется состав, который уже мог давать концерты. Появилось и название «Ариэль». Пели в основном песни собственного сочинения на музыку «Битлз», «Тремелос» и других. Будущий руководитель вокально-инструментального ансамбля «Ариэль» Валерий Ярушин в годы учебы создал молодежный коллектив «Джаз Балалайка». Затем вокально-инструментальный ансамбль «Аллегра». В 1970 году по инициативе Центрального райкома-комсомола города Челябинска на творческую встречу были приглашены три ведущих в то время городских вокально-инструментальных ансамбля «Ариэль», «Аллегра» и «Пилигримы». «Пилигримы» от встречи отказались, а среди ансамблей «Ариэль» и «Аллегра» состоялось своего рода творческое соревнование, в результате которого из двух челябинских ансамблей «Ариэль» и «Аллегра» был создан один – «Ариэль», руководителем которого стал Валерий Ярушин. Датой образования нового ансамбля его участники решили считать 7 ноября 1970 года. Кстати, уже в наше время участники ансамбля рассказывали, что в качестве одного из вариантов рассматривалось название «Эра», но от него отказались, чтобы название их группы не ассоциировалось с названием широко известного в Советском Союзе стирального порошка «Эра». Кто же в то время мог предвидеть, что когда-то в будущем появится и станет очень популярным стиральный порошок «Ариэль»? Вот уж действительно, от судьбы не уйдешь. Но вернемся к истории вокально-инструментального ансамбля «Ариэль». У коллектива начались успешные выступления на фестивалях и конкурсах. Так, в декабре 1971 года «Ариэль» разделил первое место с группой «Скоморохи» под руководством Александра Градского на конкурсе «Серебряные струны», посвященном юбилею города Горького. В том же 1971 году участник ансамбля «Лев Гуров» пишет для своего вокально-инструментального ансамбля песню «Тишина». Соловьи Соловьи Не пойте больше песен, Соловьи В минуту скорби пусть звучит орган, Поет о тех, кого сегодня нет, Скорбит о тех, кого сегодня нет, С нами нет тишина. Соловьи 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 В разное время Ариэль работал в разных стилях Однако жанровой основой ансамбля Всегда был русский вариант фолк-рока Подразумевавший обработки Или стилизации популярных русских народных песен Нередко ансамбль исполнял песни акапелла Или под аккомпанемент акустических инструментов Отличительная черта исполнительской манеры Вокально-инструментального ансамбля Ариэль Красочное вокальное многоголосие И юмор в подаче традиционного песенного материала Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ариэль образца 1974 года сохранялся неизменным в течение 15 лет С 1975 года по 1983 год коллектив записал 5 дисков гигантов Гастроли по городам Советского Союза, зарубежные поездки в Германию, Польшу, Чехословакию, Испанию, Францию закрепили успех и группа стала одной из лучших на советской эстраде В 1989 году в связи с возникшими разногласиями с участниками золотого состава вокально-инструментального ансамбля Ариэль его руководитель Валерий Ярушин покинул коллектив и собрал собственный состав музыкантов – группу «Иваныч». Потом в результате борьбы за товарный знак «Ариэль» появились два коллектива с одинаковым названием – в Челябинске под руководством Ростислава Геппа и в Москве под началом Валерия Ярушина Оба ансамбля опирались на совместно созданный музыкальный материал, чтобы развиваться дальше Но когда история ансамбля приблизилась к полувековой, произошло воссоединение коллективов На юбилейные концерты музыканты собрались вместе Вот такой получился хороший финал сегодняшней истории И в ее завершение давайте вспомним еще один хит вокально-инструментального ансамбля «Ариэль» Песню Александра Морозова «В краю магнолий» Вечернюю программу для вас подготовил и провел журналист Евгений Слюняев Не зная горя, горя, горя В краю магнолий плещет море Сидят мальчишки на заборе И на меня доводят грусть Танцуют пары, пары, пары Мотив знакомый, даже старый И сладкий голос, баски, тары Тревожит память мою Ну и пусть, ну и пусть И пусть Вот так же когда-то Сюда мы бегали Ребята, ребята Глаза блесели, как агаты, агаты И на щехах играла троп Как модно, как модно Танцуют пары под аккорды, аккорды И можно говорить свободно, свободно Про жизнь и про любовь В краю магнолий плещет море Сидят мальчишки на заборе И восхищение в каждом взоре Невольно я сейчас ловлю С мальчишкам надоело драться И по ночам девчонки сняться Но не для них сегодня танцы Но эта песня для них И сейчас я ее дарю Вот так же когда-то Сюда мы бегали Ребята, ребята Глаза блесели, как агаты, агаты И на щехах играла троп Как модно, как модно Танцуют пары под аккорды, аккорды И можно говорить свободно, свободно Про жизнь и про любовь Вот так же, как когда-то Сюда мы бегали Ребята, ребята Глаза блесели, как агаты, агаты И на щехах играла троп Как модно, как модно Танцуют пары под аккорды, аккорды И можно говорить свободно, свободно Про жизнь и про любовь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова